День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Эта памятная дата установлена в честь воинов-интернационалистов, которые выполняли свой боевой долг за пределами границ своей родной страны. Это программа «Дагестан. Правила жизни». Здравствуйте. Нельзя забывать о ветеранах и инвалидах войны, солдатских вдовах и детях героев. Ведь они являются главными хранителями светлой памяти о погибших. Не понаслышке и не из книг они знают достоверную картину событий. Память – это не только сохранение прошлого, но это и забота о будущем. Один из тех, кто выполнял интернациональный долг в Афганистане – махачкалинец Магомед Хадулаев, председатель правления Российского союза ветеранов Афганистана Республики Дагестан. Магомед Мутаевич, вы были подростком, подходило время службы в армии. Хотелось ли вам идти на службу? Наверное, эти слова прозвучат немножко странно, но в то время сам факт служить в армии было обязательным условием для любого нормального советского гражданина, тем более дагестанца, чтобы войти в большую жизнь. Это даже не обсуждалось. Конечно, хотелось и готовились. Но, зная о войне, понаслышке вдруг попасть в самое пекло. Было страшно? Я ее знал не понаслышке. С нашего двора двое ребят попало в Афганистан. Одного привезли, мы похоронили рамеса. А Леня вернулся, дай Бог ему крепкого здоровья. Как меняется вчерашний мальчишка, превращаясь в солдата? На глазах меняется. Когда на твоих глазах происходят разные события, и когда у этих событий нет обратного хода, это не сон. Это реальная жизнь. Магомед Мутавич, а чего в бою больше? Мужества или страха? Может быть, ярости? Опять-таки я скажу свое мнение. Страх присутствует перед боем. А я прошел неплохую учебку, где нас полировали хорошо. Поэтому весь страх заканчивается до выстрела. Как только в бой вступил, там уже работаешь просто. А вдаваться в подробности страшно, не страшно. Вот ребята постарше есть, командир Ротви Магомед, он подтвердит. Если ты об этом будешь думать, то ты первый клиент на пулю. Надо работать, делать то, что тебя учили. Все остальное в руках все вышло. Расскажите, пожалуйста, об одной самой опасной, запомнившейся вам ситуации. Ну, это было уже не в Афганистане, хотя там их было полно. Это было в Дагестане в 1999 году. С Ахмедом Гавзиевым, тоже наш афганец, много лет мы с ним вместе, с первоохранного предприятия «Мазари» в Ботлихе. Когда руководство военным округом дало нам партийное поручение, Владимир Николаевич Баковиков, замкомандующего округом, чтобы провести одну разведывательную миссию по горе «Ослиное ухо». И очень запомнилась ситуация, когда в нас лупили как те, так и другие. То есть с этой стороны били, скажем, как их назвать, те, которые пришли к нам не с добром. А с другой стороны били наши же вертолетчики, которые не знали, что мы это наши. Вот такая ситуация была, когда мы около одной вершинки, с одной стороны прятались от одних выстрелов, потом перебегали на другую сторону, от других. Вот эта ситуация очень понравилась, в кавычках. Вообще, как меняется человек, переживший войну, когда он возвращается в реалии, в обычную жизнь, к семье? Не знаю, мне повезло. Молодой быстро перестраиваешься. Но месяца два, конечно, после Афгана было состояние такое пограничное, потому что просыпаешься дома, глаза открыл ты дома. Потом общаешься с друзьями, которые тоже служили в других местах. И ты понимаешь, что твоя служба немножко отличалась от их службы. Ну, период акклиматизации, это как в горах. Знаешь, нельзя идти высоко в горы без акклиматизации. Очень большое значение в этом играют врачи. Врачи, врачи, как ни странно. Когда человек приходит с войны, его надо теплым брать и везти его, особенно первое время. Это я уже спустя многие годы начал понимать. Таким вещам, профессиям, как психолог. В то время советское, то, когда я вернулся с Афгана, это было немножко такое странное. Не особо обращали внимание. Оно имеет большое значение. Правильная акклиматизация, ну, еще и, конечно, социум, люди вокруг тебя. Поддержка семьи. Обязательно потихоньку войти, потому что это очень важная вещь. Следует подчеркнуть, что 15 февраля вспоминают не только ветеранов войны в Афганистане, но и других российских военнослужащих, принимавших участие в более чем 30 вооруженных конфликтах за пределами страны. Сегодня у нас в гостях Абдулла Алиевич Фаталиев, заместитель начальника штаба интербригады народного ополчения завсектор культмассовой работы Центра культуры Дагестанского государственного медуниверситета. Он участвовал в трех боевых операциях в Чехословакии, Афганистане и на Ближнем Востоке. 25 лет защищал родину. Ровно столько же нес службу в десантных войсках. Ваша служба помимо регионов большой страны охватила Ближний Восток и события в Чехословакии и Афганистан. Лично вы, как участник этих самих событий, как считаете, стоило ли нашей стране принимать в них такое непосредственное участие? У меня личное мнение. Я человек советский гражданин, воспитанный в советском периоде. В то время было так, что государство решило так, и мы согласны были, потому что были патриотами своей родины. И действительно, я считаю лично, что это в то время так и должно было быть. Иначе Соединенные Штаты Америки, когда верховодили наш, и Соединенные Штаты в мире тогда так и было. Поэтому кто кого. Поэтому они проиграли то время. Наши выиграли этим водом войск Чехословакии, водом войск и другие регионы. И в том числе и Афганистане, я считаю, это мое личное мнение. А то, что в Ближнем Востоке, в Сирии, в то время был договор у нас. Это в 67-м году. Пришлось мне 6 месяцев там я побывал. Мы перекрыли голландские высоты, Дамаск от израильской агрессии. И все, на нас, естественно, они не пошли. И вот это до сих пор, как бы, продолжается этот эхо, вот этой войны в Сирии. И мы продолжаем им помогать. Я считаю, это все было правильно. Так на то время. Абдулалевич, друзей теряли на войне? Друзей терял. Были хорошие ребята, достойные, смелые ребята были. Они готовы были отдать жизнь за Родину, выполнять приказ Родины. Вот они и выполнили свой приказ перед Родиной. Ну, вот так судьба сложила, что они погибли. Я остался живой и другие. А так, конечно, с сожалением, потому что такие хорошие ребята, такие здоровые ребята, молодые, красивые, погибли. Это обида тоже бывает. Ну, судьба, это судьба, видимо, такая. Чем вам помог этот опыт в жизни и чему вы сейчас учите молодое поколение? Мне, я мечтал стать... Летчиком и музыкантом. Да, летчиком, десантником и музыкантом. У меня это две мечты были. Сбылись обе. Больше мечты у меня до спорта тоже нет. Вот они мои сбылись. Я готовился к этому. Семи лет, как говорится, готовился. Занимался спортом, значит, занимался стрельбой, участвовал в ДОСАФе, членом был ДОСАФ. Вот. И я активно участвовал, прямо готовился к этому, потому что хотел, желание было такое, да. Стать защитником Родины, вот, гордился этим. Вот. Я действительно, идеальное здоровье тоже было у меня, потому что спорт помогал мне этим заниматься. И благодаря этому я стал десантником. Потом призывали десантные войска меня, потом 13 прыжков тоже совершил в году армии, 14-летнем возрасте, будучи студентом медучилища Бунягской. Вот. Ходил с этим значком гордый, что я десантник. Мы трое были там студенты, гордились этим. Вокруг нас, значит, молодые все эти значки смотрели, с такой гордостью, с таким завистью смотрели на нас. Вот. А музыкантам, отец не дал меня музыкантам сразу, он сказал, не в музучилище, а в медучилище пойдешь. Вы вернулись в творческий мир в 55 лет. Я уже отслужил в армии, сколько вот в эти периоды, вот эпизоды, да, вот участие принимал во всех учениях в Варшавском договоре, будем сказать, 15 государствах побыл. Всего видел в мире, да, и закалил себя. Закалил этим, и я горжусь этим, что я действительно служил, закалил себя. И вот, поэтому, а музыка уже пришел после, ушел в отставку, в возрасте 55 лет я начал петь. Были противники много, родственников, но я не слушал их, потому что я воспитан был в армии так. У нас был старший врач полка, левщица майор, он говорил, товарищ Фаталиев, вы сейчас уйдете на пенсию, что будете делать? Я говорю, музыкой буду заниматься. Ну, будут у вас противники, будут завистники, но ты их не слушай. Ты как танк, как десантник, высаживаешься в тыл и оттуда начинаешь разгребать все. Вот, я так и поступил, потому что были очень много насмешки, завистники, вот не надо тебе, ты старый, там, седой, лысый, вот такие тоже были. Я не слушал, я вспоминал эту левщицу и поступил, как он говорил. Абдулла Алиевич, пользуясь телевидением, дайте совет молодому поколению, у которых нет четкого ценностного ориентира. Хотел бы, действительно, они были похожими на наших, на нас, на наших дедов, прадедов, которые завоевали победу в Великой Отечественной войне, защитили Родину. Не только Родину защитили, защитили весь мир, Европу. Красная армия ведь спасла Европу. Они сейчас эту историю переписывают, это нельзя давать, а это, мы уже люди как бы старые, а вот, ну, Хадула, среди нас молодой, а молодежь, они не должны давать переписки этой истории. Поэтому я призываю молодежи, не дать переписать эту историю Великой Отечественной войне, не дать переписывать историю нашей афганской событий, все события, которые мы, локальные войны, которые мы участвовали здесь, все наши. И быть патриотами своей Родины, любить Родину, любить гнездо, в котором он родился, бедный, богатый, это Родина, это гнездо, где он родился. Не надо продавать, передавать, за деньги продаваться нельзя. Призываем и правительство, и государство, и всех, чтобы действительно вложили все, будем говорить, в финансы, вложили все, чтобы наши ребята, наша молодежь стала патриотами, чтобы они любили Родину, чтобы было у них и все, чтобы недостаток, чтобы они почувствовали любовь, заботу о них, чтобы они не были брошены. Вот это я призываю. Ну, Расул Магомедов, Магомед Авдулаевич. Командир региональной общественной организации республиканских телевизионных отрядов, краеведов, следопытов. Был командиром роты специального назначения, выполнял интернациональный долг в Афганистане, как вы сказали, в красивой провинции Кандагар. Скажите, пожалуйста, то, что показывают в фильмах о войне, оно так и есть или вживую, в реальности это совсем другое? Другое. Это зависит от подготовки личного состава и умения управлять командиров и выполнения той задачи, которая была поставлена перед ним. Скажите, сложно было привыкнуть к климату той страны? Жара, песок? Очень сложно было. Мы вначале, конечно, когда мы вошли туда, вместе с частью мы входили. Это было 10 февраля 1984 года, вместе с 173-й отряд, специальное назначение, которое было сформировано в городе Лагадехе, Грузии. Это чисто мусульманский батальон был. И вошли в Кандагар, расположились. И начали, конечно, изучали обстановку, привыкали постепенно к климату. Конечно, очень тяжело было привыкнуть. Ну, постепенно адаптировались. И где-то через 3-4 месяца начались боевые действия, в смысле выполнения заданий боевых действий. Магомед Абдулавич, какой был самый запомнившийся случай? Ну, основном, мы, спецназы, выполняли задачи по перехвату каравана, который направлялся из Пакистана в Афганистан, с оружием боеприпасов. И устраивали засадные действия на дорогах, откуда они направлялись. За трое суток мы высаживались и ставили засаду. Караван. Если вас не обнаружили, значит, караван пройдет. Если обнаружили, караван не пройдет. Тяжело было идти, конечно. Ну, там уже не зная местность, в сумерках высадили 25 человек в группе. Я командиром группы был. Пока светло, я на карте наметил то место, куда я должен был выйти и устроить там засаду. И как только стемнело, мы шли по этому направлению. К утру добрались туда. И упорились в песчаные горы. А вдоль песчаных гор идет дорога, ну, автомобильная дорога и так далее. И неожиданно оказались какие-то собаки. Три-четыре штуки возле, это самое, левый фланг, где группа расположилась. И ко мне подходит боец, говорит, что делать? Не отходит. Ну, как камень кидай или что-нибудь. Нет никакой. Такие здоровые собаки. Я говорю, в чем-то откуда они взялись, непонятно. И я говорю, одиночный выстрел в ногу, стреляй, говорю, что они сами убегут. Ну, так и сделали. Ну, выхода не было. Это оказались кочевники рядом. Ну, думаю, уже все. Задача не выполнена, надо место менять. Ну, как только стемнело, я собрал группу и вышел вдоль дороги. И тут неожиданно появляются фары. И тут надо успеть немедленно поставить засаду. Ну, успели. И результаты были выполнены задачами. Ранных погибших не было. Караман был уничтожен. И был захвачен плен. Один французский корреспондент, Жак Абушар, даже помню имя его. Но сейчас, не знаю, тогда ему около 40 лет было, живой или нет, не знаю. Ну, благодаря мне он живой. Знаете, один офицер, ветеран афганской войны, сказал, что лучшие его годы жизни прошли вот именно во время афганской войны. Это, наверное, немного странно слышать. А как вы считаете? Те люди, которые выполняли боевые задачи, вот как говорят, если не обстреляют тебя в боевых действиях, значит, ты не готов ни к чему. Если обстреляют, то уже опыт у тебя имеется, и ты можешь выполнить любую задачу, которую будет ставить перед тобой командование. А как ваша жизнь сложилась после Афганистана? В 1985 году попал учебный полк офицеров резерва, которые после училища они приходили ко мне. Это город Чачик, в Узбекистане. Я готовил их для Афганистана. Специально после училища, конечно, у них опыт и есть, там обучились. А применительно к тем условиям я их готовил для отправки туда. И по очереди отправлял. И совершали прыжки различных видов авиации. Скажите в двух словах, что вам дала война в Афганистане? Ну, конечно, я как офицер в дальнейшем большой боевой опыт. И неоднократно я был инструктором. Те батальоны, когда входили туда, показывал им, рассказывал, объяснял, устраивали там, выводили. Тактика действия, умение управлять боем, умение работать с личным составом. Это большой опыт. И боевой, и такой. Последний. Поэтому это, я считаю, это очень так. Я считаю такое мнение. Конечно, каждый командир, никто не хочет, чтобы была война, чтобы теряли людей. И я счастлив, что я никого не терял. Вот два года находясь туда, там, командовая ротой, я честь перед родителями, что те бойцы, которые были доверены мне, они живы, здоровы, вернулись в свою родину. Их было около 20 национальностей. Все национальности в Советском Союзе тогда, которые были. Кстати, еще один вопрос. Как складывались межнациональные отношения у вас? Могу сказать с уверенностью, с гордостью, что это самое то, что выполняло задачи, те задачи, которые выполнялись бойцами, военнослужащими, это уверенность воинской присяге, взаимовыручка, взаимодружба, взаимопонимание. Вот просто во всех отношениях, со всеми, такого не было. Вот то, что говорят, что дедовщина, то, это такого не было. Но это у меня не было. Других я не могу осуждать. Вот то, что у меня рот, то, что было. Сейчас мы спросим, была ли дедовщина у Абдул-Магомедова Наримана Магомедовича, ветеран СОБРа 6-го управления, участник чехословацких событий, участник боевых действий на Северном Кавказе, член Президиума Совета ветеранов МВД. Нашей бригаде тоже не было, честно говоря, там прибалтийцы были, и со Средней Азии были, и, само собой, и Белорусы, и Украины, все были. У нас единственное, может быть, где-то так чуть-чуть ехать держали, мол, вы салаги, мол, так, а так у нас не было. Тем более, в Калининградской области мы служили, это 11-я армия, тоже входила в Варшавскую договор. Вот эта бригада, генерал-лейтенант Науменко, герой Советского Союза, наш командующий был. Вы жалеете, что вам выпала такая трудная служба? Да нет, я, например, горжусь, что, во-первых, в Польше мы стояли учение телу, там, можно сказать, 20 дней, потом кинули нас в Германию, там стояли. Ну, и операция Дунай, как началась с 21, 20 на 21 ночью. Ну, и гордился я, что выполнил свой долг, и считаю, что, говорим, что мы выполняем братскую, можно сказать, помощь. А это страны, ну, например, Чехословакия после Великой Отечественной войны входила в социалистический лагерь наш в Румынии, Болгарии, Чехословакии, Германии, ну, там, этот, Венгрия, Польша. Они входили в наш лагерь и были сатиристическими странами. И после того, как создали американцы, ну, и капиталистические, как говорят, страны НАТО, и наши, может, сатиристические страны создали тоже варшавским договором свою военную силу. И вот в этот период почему зашли, если вот так вот зададите вопрос, там уже в Чехословакии работали иностранная разведка, американская, ФРГ и другие НАТОвские разведчики под маркой туристов тоже в этот момент очень много зашли туда. Ну, с границей с ФРГ, в некоторых местах, в Словениях, это Баварии, где даже подпольно уже хроны были оружиями, все было подготовлено. Если бы в этот момент там черный лев, что ли, как-то уже американцы ввели уже в НАТОвские войска учения. И, учитывая все эти события, наши дали, можно сказать, уже тоже готовы были, вот 21-го, опередили, можно сказать, на несколько часов, и наши вошли туда. Задачу Маркелову вызвали в Москву, сказали, вы какие-то задачи сделаете десантникам, десантникам, а спецподразделения, другие, первым долгом на самолете под Варшавой прилетели, как туристы, все в Гражданском, ну, под этим их все вооруженные, были по всем катушкам. Они захватили этот аэропорт под Прагой, и после этого началась, как говорится, они дали сигнал, вся эта операция. Нариман Магомедович, сейчас в армии есть все бытовые условия, вот в Сирии, например, кабинеты психологов, зоны релаксации. Как у вас было тогда? Честно говоря, в то время, как психологов, политвоспитательная работа, я же вам сказал, даже как и большинство перед тем, как операция началась, обходила, политвоспитательная работа, работали. Это большая ошибка, что не только в системе, ну, наверное, в армии сейчас, наверное, еще есть вот этот вопрос, наверное, но в системе МВД тоже как-то вот политвоспитательная вот этого как-то по-другому. Мол, воспитательный какой-то отдел создали, а политвоспитательную работу чуть-чуть, можно сказать, расслабили. Но, как вы говорите, социологов уже больше стало. Это хорошо. Это хорошо. Я считаю, там у нас не было этого, но с другой стороны мы, будучи в школе воспитаны были, у нас уже, как говорится, военная подготовка проходила в школе, это большая сила, пионерский отряд, комсомол. Это тоже работа. Я, как сказал мой друг Авдуллиевич, эту работу чуть-чуть надо поставить, не чуть-чуть, на высшем уровне. Что вам дали эти военные действия? Человек, который не пройдет определенный путь и не увидит трудности, никогда не станет человеком. В армии должен быть обязательно каждый человек. Так что дала мне очень железную, как говорится, закалку. Мне бы хотелось пожелание такое. Не то, что офицер, каждый человек, который работает на какой-то должности, это особенно сейчас, в настоящее время, Дагестан, я говорю. Пусть выполняет свой служебный долг хотя бы на 50%, уже не говоря все 100 или 60, 70. И чтобы просветал наш Дагестан, как раньше. Магомед Мутаевич, вот и вам хочу задать этот вопрос. Что вам дала война в Афганистане? И расскажите, пожалуйста, как у вас складывались отношения с афганцами? Что есть вспомнить? Удивительная история. Я не знаю. Видимо, это судьба. Много лет спустя, после событий, в которых я участвовал, призванным в армию, а потом попал в Афганистан, в Демократическую Республику, я в определенном месте там, да, мы вели боевые действия. И все это время нам, скажем так, досаждало, как тогда называли, банды, да. Сейчас немножко другое название, да, муджахеды там, так далее. Вот одна, скажем, группировка, да, от, мягко скажу, местных жителей, которые были против нашего присутствия, там, аккуратно скажу, да. И мы все время периодически, знаете, как, вот Паншер, четыре раза очищали Паншер, и четыре раза опять возвращался Ахмад Шах. Так и везде было, в принципе, так, да. Вот когда начинали досаждать, советские войска принимали операции, вот гоняли, выполняли задачи. Задачи же не было, Афганистан покорить, завоевать, там, вот, многие задают студент такого, такой задачи у нас не было. Выполняли задачи, поставленные сверху, все, четко. Кабуль у нас серьезный парень был, который возглавлял этих ребят, и вы не поверите, спустя многие годы, я оказался у него дома в Кабуле. Удивительная история. А как так получилось? 15 февраля, день вывода войск, русское кладбище, афганская аллея. Я со своими друзьями пришли разложить цветы, каждый год мы это делаем, там похоронены много ребят, троих из них я знал. И подходят студенты госуниверситета и преподавательница, говорит, вот, с Афганистана. И один из них так более-менее, он только-только, подготовительная группа, только-только стал разговаривать на русском языке, так более-менее осмысленно. И она говорит, вот, хочет познакомиться. Алла-Утала, видимо, вот все возвращает. Вы знаете, мурашки по коже, когда у вас... Это был племянник того главаря. Как те Синмир. Как те Синмир. Там я вам даже больше скажу. Я вспоминал потом, когда я уже у Мухаммада был, его тоже Мухаммад зовут, у него дома мы сидели, и мы вспоминали историю. Вообще, сама по себе встреча, конечно, была с пятиминутной паузой, вот так вот, друг на друга смотрели. 2011 год, где вообще? Я попадаю в Афганистан, 7 человек ветеранов, мы поехали, была такая возможность, поехали в Афганистан, но все четко продумано. И абузальщик тогда мне сказал, я тебя познакомлюсь, дядя. Ну, он мне открыл дверь, а тут самый главный хазареец, есть такая нация большая. В Афганистане, Пакистане, Иране, 8-миллионный этнос. Вот он самый главный хазареец на планете. Вот вы поверьте, да, врагов мы точно там не оставили. Это была дружеская встреча? Ну, конечно. Во-первых, интересно посмотреть в глаза своего прошлого врага, даже спустя многие годы. Я же говорю, с Муахахом пять минут было молчание. А я им пять минут в глаза смотрел, а сам думал, если у меня такой хасмат, да, вот так вот жизнь круг сделала, я опять вернулся сюда столько лет спустя. Если у меня такой хасмат, вот здесь ответить за то, что я делал, я готов к этому. Потому что я возглавляю Афганцу Дагестана с 97-98 года и разговариваю со студентами, с детьми. Я всегда говорил эту фразу, вот точно мы врагами не расстались. Потому что мы честно там служили, как американцы оттуда из-под тяжка ракетами не бросали. Вот как Магомед рассказывал, ходили на караваны, лоб в лоб в бою столкновения. И вариант уйти, как у них, так и здесь. И у нас был, понимаете, и афганцы это впоследствии оценили. Они всегда это говорили. И Ахмад Вали Масуд говорил. И Мухаммад Муаха говорил, когда мы сидели, они говорили, зачем мы с вами воевали вообще? Почему мы друг друга раньше не знали? А воюют часто из-за отсутствия знаний. Конечно. Понимание. А мы же сейчас с вами видим, как работают наши друзья за океаном, да? Они нашими врагами сделали даже украинцев. Как это? Братья. Вы могли бы себе это представить, когда мы с нашими братьями хохлами служили? А вот что дало мне Афганистан впоследствии. Спасибо за этот вопрос. Вот вы видите, здесь мои старшие товарищи говорят одну и ту же вещь о патриотизме. Да? Я не знаю, сколько молодежи посмотрят эту передачу. Будучи совсем маленьким, мы смотрели про войну, все. Но сейчас у молодежи другие стереотипы, другие видения. Сейчас 500 миллионов подписчиков у Роналда. Сейчас очень много подписчиков, очень достойных людей, но вместе с тем и очень многих непонятных людей с непонятной деятельностью, которые просто сверкают. Хотелось бы, конечно, чтобы таких передач было побольше и чтобы молодежь иногда хоть смотрела их. Вот просто так оторвалась от телефонов своих, от компьютера. Вы посмотрели телевизор, в котором живые люди, которых история вот на груди моих братьев. По жизни которых в фильме можно снимать. По каждому. По каждому. И вот, и это реальность, понимаете, это годами ими заслуженное, пройденное. Они с улыбкой говорят, что они счастливы. Они будут счастливы вдвойне и втройне, в 10 раз. Если наша молодежь, вот это то, чем мы всю жизнь занимались, они хоть это чуть-чуть взяли. Маленький эпизод 99-го года. Мне он помог, Афган, с событием 99-го года мы были наиболее подготовлены из тех людей, которые оказались в ситуации. Вы помните, наверное, старшие подскажут вам, когда руководство республики в те тревожные дни начала августа обратилось к народу, что мы должны защищать себя сами. В ситуации, в которой мы оказались, понятное дело, что надо было остановить то, чего мы не знаем, идти против тех, кого мы не видели, откуда они, что-то бандиты. Пришли, в села зашли, а там же этих села женщины, там же дети, там люди. Приходят одни, говорят, теперь это не так, будет так. Вы кто такие? Такие вопросы ставят нам, горцам, которые эти горы защищали от всех во все времена. Один эпизод мне очень понравился. Я составил из моих подразделений афганцев. Естественно, сразу же я осматривался, потому что развилка двух дорог с Мерсой и оттуда с Сумадинского района, а там в Одубери идет бой, и это все на твоих глазах ночью. Трассера туда-сюда непонятка. Это сейчас все в телефонах, тогда не поймешь, что происходит. Я понимаю, как председатель, я на тот момент уже председатель организации, я понимаю, что многие ребята поехали со мной, я несу ответственность, понимаете. Я подумал, если сейчас что-то произойдет не так, если это товарищи, которые нам не товарищи, будут спускаться вниз, значит, надо подготовить, как Магомед рассказывал, плацдарм, запасной окоп, скажем, как танкист, да, чтобы было куда отступить, и причем отступить таким образом, чтобы насолить так, что там, не дай бог. И на одной горочке я нашел такое место на Мерсу, такая полочка, где люди местные, вот, саман делают, бывает, яму делают, саман. Я так, опачка, метров пятьдесят. Хорошее место, и оттуда обзор две дороги обрезаю, я пацанам сказал, если вдруг что-то будет, значит, передислоцируемся вот сюда на сопочку, и вот, и получилось так, я и мои пацаны в ГАЗ, и побежали. У меня было восемь, которые вот плотно со мной, да, у нас было тридцать один-то, ну, вот восемь, которые плотно со мной. Мы залетели туда, а я, а это под вечер, сумерки, один, второй, третий, и уже сверху там стали рассматривать, что делать, скажем так, аккуратно. В этот момент, смотри, еще девятый кто-то прыгает, туда в оков, не оков, вот эту яму. Я боковым зрением вижу, должно было восемь, кроме меня, еще девятый. Ну, кто такой? Я спрашиваю, Лена, а ты кто? И голову не поворачивай. Тишина. Я говорю, ты кто? Не афганец, ты кто? Он говорит, я Магомед. Я говорю, ты кто, Магомед? Ну, а мы работаем потихоньку, туда-сюда. Я, говорит, Магомед Доргиевич, мне так не понравилось. 25 лет не парит. Я голубился, но такие детали мне не начнут. Ты как с афганцами, с афганцами? Он говорит, вы хоть знаете, что надо делать, а там многие не знают, поэтому можно я буду с вами? Вот эта реакция парня, мне настолько до сих пор, вот сколько лет прошло. Вот к чему это такое маленькое отмонение, что мне дало? Она вот тому, что, видите, у нас мир какой-то такой, все время бою, все время. Вроде бы люди дальше идут, да, люди умеют разговаривать, с помощью телефонов могут разговаривать на любом иностранном языке в любой точке мира. Вроде бы радуйтесь, да, голубая планета, да, воздуха всем хватает, все. Но нет, все время есть люди, которые вот это качают что-то, подкапывают, чтобы опять, возможно, что-то соорудить. Так вот, для чего, вот мое понимание, для чего и эта передача? Для того, чтобы молодежь посмотрела и понимала, что надо быть готовым, как внешне заниматься спортом, как Нариман говорил, обязательно. Это даже не обсуждается. Так и внутренне быть готовым пойти и защищать, в первую очередь, свою маму, свою сестру, будущем свою жену, своих стариков. От любого посягательства, которое, как мы понимаем, возможно в любое время. Поэтому молодежи, единственное, надо заполнить как душу, так и тело. И быть настоящими дагестанцами, с хорошими, настоящими, правильными поступками. Не мусорить, не матюкаться, не обижать старших. Помогать младшим, быть примером просто для всей нашей страны, каким примером мы были в свое время, когда дагестанцы попадали служить. Командиры радовались, что дагестанец есть у нас в роте. Понимаете, это звучало гордо. Быть примером. Ты приходил и говорил, он из Дагестана. Это было такое уважение. Это наши предки, это Гены, это Имам Шамиль, это Расул Гамзатов. И мы были представителями этого великого этноса. Вот таковыми и надо оставаться на все времена вперед. Спасибо вам огромное. Просто чудесные, правда, слова. Я желаю всем здоровья, чтобы вот эта эпидемия, она миновала нас в скорейшее время. И нам пришлось общаться, как нормальные люди. Как раньше. Берегите себя, своих близких. И старайтесь не болеть. Спасибо вам огромное. И еще раз напоминаю, 15 февраля. В честь этой даты традиционно во многих российских городах проходят торжественные и памятные мероприятия, митинги и акции с участием ветеранов боевых действий, представителей власти, общественности и учреждений военно-патриотического воспитания молодежи. Можно восстановить города, поднять из руин страну. Но никто не воскресит тысячи людей, так и не успевших построить свой дом и воспитать своих детей. Мы этого никогда не забудем и не позволим забыть никому. Честь и слава вам, воины-интернационалисты. А я, в свою очередь, благодарна судьбе, что имею честь находиться в этой студии с теми, по чьей жизни можно писать фильмы. Это была программа «Дагестан. Правила жизни». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин